я владею этой машины уже год и последнее время я больше склонялся к мысли о том чтобы продать ее и купить что-то поновее ну что-то это естественно опять бмв пятерку покруче пятерку побыстрее следующий кузов ну как все пацаны делал но получилось так что недавно я заплатил 200000 рублей штрафов налогов и всяческих неприятных ошибок бурной молодости что остался с этой малышкой еще на неопределенный срок и сначала я был омрачен я был омрачен и думал твою же мать антон ты же тебе почти 30 этот возраст действительно требует так сказать некоторого некоторого за этих уровня развития а его нет что тут сделаешь и внезапно понял что моя машина это не мой мучитель а мой спаситель тем более что я уже целый год хочу они вам рассказать прямо вот прямо горлит пукан рассказать и почему нет я решил это сделать наконец-то и этот проект проект про мой е39 называется все и сразу и я вам буду очень долго упорно объяснять почему именно е39 528 на механике это все и сразу погнали сейчас заедем с 330 е46 машина очень классное состояние очень крутое если хотите про нее отдельный ролик пишите об этом в комментах я волнуюсь честно скажу волнуюсь у него как бы преимущество мощнее движка машина легче но у меня механик у него автомат со старта у меня явно будет рывок лучше а дальше и и и и и и Нормально Я к речи не попал На первых двух передачах я могу Если старт не провафлю Если переключусь правильно В общем куча если Не делающих ни мне, ни машине чести Надо делать Надо делать трансмиссию После этого будет уже хороший результат Я вам должен в самом начале Всей нашей истории рассказать Это не тест драйв Е39 Это видео, видеосериал Ютуб сериал, как угодно Называйте о моей машине О моем отношении К этой машине и машинам в общем и целом Знаете, я как Этот такой Добряк, который не может пройти Мимо брошенной зверушки Не то чтобы я специально ищу Этих брошенных зверушек Но все мои машины Попадая ко мне в руки Начинают оживать Каждая бэха, которая у меня была Я ее чинил Я ее обслуживал Заливал в нее нормальное масло Раз в 9-10 тысяч километров Всегда проверял Не ждал, пока гидрокомпенсаторы Застучат А заразе Заливал в нее масло Менял запчасти Не на самые плохие На средние Или хорошие И машины Меня не кидали Они меня не подводили Прям в такие Неожиданные моменты Когда на этой 39-й Умерла первая коробка Которая была От двух литров Представляете, какая мразь Эксплуатировала эту машину До меня Что поставила сюда На 2,8 Двухлитровую коробку Срастила кардан Поставила редуктор От АКПП коробки И так далее Машина довезла меня Во-первых Уже на ломающейся коробке Из Питера в Крым Ну я сам был без Что поехал на такой тачке На такой коробке И там в Крыму Когда сломался первичный вал Он пришел в капитальную негодность Уже только У самого сервиса Где мне поменяли коробку Которая снова сдохла Прикидываете, да? То есть как бы Машина воспринимает Мое к ней отношение Пусть это звучит как бред Но это именно так Я знаю У меня есть друзья Которые также бережно Эксплуатируют машины Есть друзья Которые забивают болт Не меняют масло А только его доливают И часть из этих людей Уже ходит пешком Длительное время Не знаю Может быть это не связано Никак с отношением к автомобилю Но я никогда не экономил на тачке На внешнем виде машины Да Но на техническом состоянии Никогда Внимание Демонстрация моей коробки Люфт Приехали на место Для замера разгона С нуля до ста Должен сказать Что нас двое человек В салоне То есть я и оператор Плюс Очень лысая резина Достаточно холодно На улице Ну короче Не идеальный условий Вы понимаете Твою ж мать У нас не вставилась Третья передача И Она не вставилась Не по моей вине Не потому что Я кривожопой Криворукий Хер Не вставивший Третью передачу Нет Просто У меня умирает коробка Не встави Встави Не вставили Извините Because 'D Ребят, поймите меня правильно Я покупал эту тачку не ради проекта Это не было, как сейчас принято делать Взял за 300 тысяч ведро, поднял на нем хайп, подписонов и все такое прочее У меня нет спонсоров, это не проект У меня эта машина уже реально больше года Я ее в сентябре прошлого года купил И продал бы, если бы не загнал себя в те обстоятельства, в которых я сейчас оказался Это не какое-то трэш-шоу или, еще раз повторюсь, попытка поднять хайп Нет, это просто история моя и этой машины И мы можем пройти ее вместе, а можем не пройти И, собственно, сигналом для меня будут ваши репосты, лайки, комментарии И также я сделал голосовалку под этим видосом в группе ВКонтакте Где вы можете проголосовать Стоит ли продолжать снимать этот проект или не столь? Потому что я по-любому буду ее делать У меня уже выхода другого нету Я не буду ездить на машине в таком печальном состоянии Я буду трать на нее деньги И вам решать, увидите вы, как все это будет происходить И во что это превратится или нет А людей, которые оставляют сообщения в стиле Я не буду делать репост, хотя видео мне нравится Потому что не хочу засорять свою стену ВКонтакте Честно, когда я такое читаю, мне кажется, что вы засоряете своим существованием Информационное пространство, интернет и нашу планету Простите за грубость, меня реально очень сильно бомбанул от того поста Лайки и репосты это единственное, что вы можете сделать бесплатно При том, при всем, что действительно двигает медиа-контент, медиа-деятелей вперед Это то, что действительно нужно сделать и то, что не стоит Ничего, просто клик на сердечко, клик на репост и все Это увеличивает максимальное число просмотров в день выхода видео Соответственно, лучше ранжируется в поиске И нужно смотреть видео целиком Это тоже очень важно Вот так вот, друзья По технической части очень много чего могу рассказать О том, чем отличается М52ТУ, который здесь стоит Это обычный М52 Чем отличается от М54 Чем это реально крутой мотор Что в нем изменилось Рассказать о подвеске О том, что, например, на этой передней подвеске Очень много кузовов BMW катается Про заднюю подвеску В принципе, про Е39, про эту конкретную машину Ну и про многие другие машины от BMW Если вы хотите тест Е46, тоже напишите об этом в комментариях Это будет сигналом для меня, что машину можно снять Пока погода еще такая, знаете, более или менее приятная Без грязи, можно действительно хорошо снять Без дрифта, но красиво Вот И также у меня есть доступ ко многим автомобилям В том числе к BMW F30 Есть доступ к семеркам предпоследним В данный момент могу быстро доступ получить Ну и, в принципе, по кличу могу многие машины достать Если вам это нравится, если вам интересно Я об этом расскажу Тест-драйв конкретно Е39 Полный тест-драйв Будет после того, как я ее доделаю Ну, захотите вы увидеть или нет Это уже по голосованию Спасибо большое за внимание, друзья С вами был Антон Степанов 528 МТ Все и сразу Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok